Так вот, сейчас мы поговорили, что шестой техноуклад, экономика знаний и создание системы, которая нас приведет к светлому будущему. Как я вижу эту систему? Система это мир, картина нашего мира. Есть человечки в этой системе, и эти человечки это как муравейник большой. Человек один сам по себе, он ничто, он не представляет никакой ценности создать и поскольку ничего не будет. Только совокупность людей и окружение, сообщество людей, комьюнити, потому что комьюнити, слово более действительно отображает в самом случае. Это совокупность людей, объединенных общими ценностями. Вот это комьюнити. В нашем случае, как мне кажется, комьюнити людей более осознанных, которые мало того, что понимают, как устроена система, но они еще и хотят улучшить ее. Говорим в первую очередь про такие вещи. Потом, следующим этапом, это активные такие. Да, это активные, мы называемые ядро, например. Ядро системы. Система это совокупность людей и механизмы их взаимодействия, инструменты взаимодействия. Инструменты бывают разные. В частности, у нас у каждого там практически есть смартфон. И это хороший инструмент передачи данных, и в том числе для экономической деятельности, когда буквально там весь бизнес можно построить на одном смартфоне. Зная развитие технологий и прогнозируя DAO, децинкризованная автономная компания, можно говорить о том, что совокупность людей и люди, создающие бизнесы, да, активные, спецбизнесы становятся автономными, люди играют роль потребителей и работников, но располагаются в любом месте, и это становится отвязным от территории, и становится отвязанным от перетих по какой-либо территории. То есть это не Российская Федерация, это мир. Это либо юсдикционер, можно сказать, там, ООН, там, вот, что это ЮНЕСКО, или мы поговорим про интернет, да, юридикция интернет, правила, которые вы понимаете. Как люди имеют собой земодействие, гипотезы? Есть химическое, вот про то, что я сказал, да, земодействие, ментальное какое-то, есть вот на уровне слов, вербальное, да? Любовь, что есть? Ну, любовь, там, по-разному воспринимают, есть, не знаю, оболочки, да, там, ауры, да, и когда люди там рядом находятся, у них ауры пересекаются, у них синергия такая возникает, да, вот. Ну, я считаю так, что человек каждый – это отдельное биологическое письмо, вот, у него есть, ну, какой-то патрон, который отделяет внутренности от наружности, да, и мы говорим, что биологическое письмо имеет, ну, определенный, там, форму или вид, или, да, параметры, или какие-то, да, и взаимодействуют с другим существом. Они взаимодействуют, могут рождать какой-то третий продукт, ну, там, мышцы и женщины, например, вот, или… Ну, я думаю, что все равно оцифровать без какого-то вот божественного начала их будет очень сложно, то есть все равно творец, он, ну, я так думаю. А это за рамками, то есть, ну, мы… А, ты хочешь, ну, мы же, мы же, да, мы же понимаем, что это есть. Я не знаю, как это произошло, но вот я думаю, что это так. Ну, хорошо, ладно, я просто, как обычно, всегда беру в универсальное понимание, да, то есть в комплексе. Это отдельный дискуссий, я не могу долго говорить. Я говорю, вот, отдельный человек раз, но отдельный человек два. Когда мы говорим про создание системы экономической, ну, лично меня интересует, это проекты. Проекты бизнес-созуги, ну, естественно, любой проект, он может жить, но если он кому-то нужен, если он принадлежит прибыль, ну, вообще, да, развивается. Команды. Значит, для того, чтобы создать какой-то продукт, необходима компетенция, ну, в зависимости от того, что он может быть, ну, в основном, это, условно говоря, хороший руководитель, хороший продажник и хороший человек, который вообще делает. Руками хотя бы. Да, на котором содержится. Да, да. Но, как бы, если не продашь, бизнес не пойдет, дело за, что не сделаешь. Если продавать нечего, а если не руководитель. Не организуешь грамотно. Да, тоже. То есть, как минимум, три компетенции необходимы. Ну, это компетенция. Эти компетенции могут быть внутри одного человека, могут быть внутри двух человек, ну, или, допустим, берем три человека. Три человека объединяются между собой. Давай вот здесь нарисуем. Раз, два, три. Три человека объединяются между собой, взаимодействуют для получения продукта. На выходе какой-то продукты. Экономическая взаимосвязь между этими людьми заключается в том, что каждый создаёт какие-то действия. Угу. Умеет какие-то действия. Сознает свою лепту в создание продуктов. Есть разные формы, виртузские, разные формы договоренности. Когда, допустим, делят на этапе типа тебе 30, мне 20, а тебе 50. Всё, договорились, пошли работать. Есть другая система водяна. Но её, как бы некоторые, воспринимают просто как систему мотивации. Угу. Мы говорим о том, что в конце, после того, как продукт продан, получились какие-то деньги, как по-новому, сколько другие рисования. Вот. Эти деньги делятся. То есть пирог делится на какие-то части. Как эти части появляются за рамками? Можно сразу вопрос? Всё-таки не у всех участников может быть полная информация о этом продукте. Ну, то есть сколько действительно приняло участие в создании этого продукта. Затрата. Ну, то есть я считаю, что может быть субъективная оценка. Она в любом случае субъективная. Она всегда субъективная. И может быть серьёзно, субъективно, с поправкой на отсутствие информации о заслугах каждого. А это всегда. Мы объективно не можем никогда оценить. Угу. Вот. Это надо принять. Мы лишь субъективно оцениваем. Как бы есть более субъективно, менее субъективно. Ну, понял, что справедливость, а в любом случае такое не будет. Высший. Высший. Да. Просто мы принимаем это как бы. Жить должен. Угу. Так и есть. Угу. Вот. Экономика здесь в чём? Угу. Первое. Это только продукт. Момент реализации продукта – это транзакт. Система – это люди и инструменты взаимодействия людей. Первое, второе. Инструменты – это что? Я говорю, что в экономике самое главное – это бухгалтерская книга. Бухгалтерская книга в программировании новых технологий – это блокчейн. Ну, да. Блокчейн позволяет децентрализованно ввести бухгалтерскую книгу, как-то фиксировать, и её подделать невозможно. То есть она надёжна. А в блокчейне хранятся транзакции. То есть блокчейн – блокчейн – это цепочка блоков. Ну, да. Идёт один, второй, третий. И так вот цепочки блоков. В блоках хранятся данные. Данные, ну, по сути, это база данных, записей. Каждая запись – это транзакция. Транзакция. Транзакция – это набор полей. Несколько полей. Первое – это от кого, кому, что передаётся, да? Транзакция. Ну, и сколько. Ну, плюс дополнительные данные, там, самокладные, много чего можно туда добавить. Так вот, экономическое взаимодействие, я как бы утверждаю, да, экономическое взаимодействие – это передача какого-то, чего-то, какой-то ценности, продукции, что-то, какой-то заряд, от кого-то, кому-то. Вот, в этом есть экономика. Соответственно, от того, от кого передаётся, оно убывает, то, что передаётся, да? А тому, кому передаётся, у него прибавляется. Если где-то в этом мире что-то будет, то в этом же мире у кого-то что-то прибудет, да. Вот, когда мы говорим про знания, экономика знаний, знания копируются. Их, как бы, нельзя сделать так, что если я что-то знаю и тебе расскажу, то у меня эти знания пропали. Это не так, это копирование. Это не экономическая деятельность. Ну, это, ну, какая-то образовательная, там, социальная, да, в лице. Да, общественная, да, понятно. Ну, это, допустим, функция обучения, например, я трачу время на то, чтобы рассказать это, время у меня ушло. Да, всё, более верно. Это затрата. Это отдельно. Это жалко времени. Я, как пример, да. А знания – это другое. Именно, когда обучающий курс, например, покупаешь, то покупаешь время, а не сами знания. Ну, да. Вот, значит, экономика заключается в том, что мы…